Мы с вами говорили о том, что бедность — это следствие грехопадения, которое произошло в Эдемском саду. Бедность пришла, когда Адам и Ева согрешили против Бога. Нищета появилась, когда Адам и Ева сознательно избрали путь непослушания Богу. Мы определили, что бедность — это не просто недостаток денег, а недостаток в любой сфере жизни. Бедность — это недостаток, нехватка, неполнота, скудость. Для всякого христианина мириться с недостатком в какой-либо сфере своей жизни значит мириться с тем, что создал дьявол, потому что бедность не Богом сотворена. Некоторые из вас скажут, а как же люди в странах третьего мира? Но это не Божья вина, это следствие греха, это результат непослушания. В мире есть безбожные государства, страны, которые ненавидят Бога, грешат против Него, идут против Него. Итак, бедность — это последствия грехопадения, результат непослушания, творения дьявола. В Библии говорится, беда для бедных — скудость их. А свою сегодняшнюю проповедь я заглавил бы так. Беда для глупых — их преуспевание. Сейчас я покажу вам, что как бедность губит бедняков, так преуспевание губит глупцов. Так что сегодня вам придется решить для себя, быть или не быть глупцами. Последнее, что я сказал вчера Господу перед сном, «Господи, я ни в коем случае не хочу остаться в дураках». Поэтому услышьте меня, пожалуйста. Мы не должны мириться и соглашаться с недостатком в какой-либо сфере своей жизни, потому что за нас пролита кровь Христа. И не надо говорить всем, чего-нибудь не хватает. Во-первых, ты не знаешь всех. А во-вторых, это просто неправда. И не нужно искать причины, чтобы оправдать свое согласие и мириться с недостатком, в то время как кровь Христа совершенно определенно открывает нам возможность жизни с избытком. Вы не можете себе представить, как жить в изобилии, и поэтому миритесь с недостатком. Это не то лучшее, что Бог усмотрел для вас. И это не Божья воля. Но, пожалуйста, поймите, какие бы обетования ни содержались в Слове, осуществляются они по вашей вере. Нужно брать их верой. От того, что они есть в Библии, они не свалятся вам в руки просто так. Они не сработают в вашей жизни, если вы не возьмете их верой. В Царстве Божьем все делается верой. Если вы просто знаете о том, что есть такое обетование, но не принимаете его верой, если вы не прилагаете к нему веру, если вы не делаете этого со всем усердием, оно для вас не осуществится. Вы можете верить в исцеление сколько угодно, но пока вы не вложите это в свои уста, в свое сердце, в глаза, в уши, пока не будете называть несуществующее, как существующее, исцеление, которое обещано вам, никогда не проявится в вашей жизни, потому что вы не приняли его верой. Я скажу так, сегодня это одна из основных проблем в теле Христовом. Мы не учимся прилежно Божьему Слову. Мы не усердствуем в Нем. Поэтому мы полагаем, что это, наверное, Божья воля, когда мы не имеем того, чем, согласно Библии, мы должны обладать. Божья воля — это Божье Слово. Я могу рассказывать о Божьих обетованиях с утра до вечера, но если на этом все закончится, я вас благословлю, и вы отправитесь домой и не будете принимать их верой, вы ничего не получите. И вы присоединитесь к тем, кто говорит, «Да Бог просто не хочет, чтобы у нас было то или это». А откуда ты знаешь? Ты даже не пытался это получить. Все, что приобретает христианин, приобретается верой. Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. А мы все пытаемся понять Бога своим умом. Умом постичь Бога. Вы никогда не постигнете Бога своим умом. Это бессмысленно. Да тут и не нужен смысл, тут нужна вера. Что вам необходимо, так это дойти до такой точки, когда вы скажете, «Вот Божье Слово, и я верю в Него». Я верю в Него, и я буду принимать Его верой. И если так говорит Божье Слово, то я буду к этому стремиться. И если это то, что оно мне обещает, я этого достигну. Но пока вы читаете Божье Слово просто с целью развить интеллектуальное понимание и личный взгляд на Библию, чтобы использовать его в теологических диспутах, оно не будет работать в вашей жизни. Я принимаю его. Я, слава Богу, верующий. Я верю всему, что содержится в Библии. Я верю ее оглавлению, ссылкам, картам. И раз тут написано, что оно в кожаном переплете, то я не буду спорить. Я верующий, и я верю, что это точно кожа. Я верю в Слово. Я почитаю его за Слово Живого Бога. Так что один из главных уроков, который нам нужно усвоить в эти последние времена, в которые мы живем, я верю в Слово Божье. Я уповаю на Слово Божье. И если я нахожу в нем какое-то обетование, я буду добиваться его осуществления. Я принимаю его верой. Я вкладываю его в свои уста. Я вижу его перед глазами. Я принимаю его всем своим сердцем. Я называю несуществующее, как существующее. И веду себя так, как будто оно уже исполнилось. Я готовлюсь к тому моменту, когда обетование осуществится. Но откуда возьмется столько денег? Это не моя проблема. Я вижу обетование в Библии. И Бог сказал, я поверил. Некоторые из вас такие умные, будто умнее самого Бога. А теперь я скажу вам кое-что такое, из-за чего или сегодня же начнется пробуждение, или мне срочно придется искать запасной выход. Слава Богу! Пришла пора учить и этому. Вы готовы это услышать? Вы сидите тут с января, значит, наверное, готовы слышать. Сегодня, во время утренней молитвы, я почувствовал очень настоятельное побуждение в Духе. Я не мог избавиться от Него. И без остановки молился Духом Святым. В какой-то момент я хотел переключиться на родной язык, но Дух сказал, нет, нет, мне нужно помочь тебе молиться. Ты ведь понятия не имеешь о том, что должно произойти. Так покажи мне. Нет, нет, просто продолжай молиться в Духе. Кто-то готовится к прорыву. Давайте я расскажу вам о том, что вчера сделал Господь. Вчера вечером я изучал Библию и пытался найти все, что там говорится о глупцах, потому что, как я сказал, я не хочу остаться в дураках. Я твердил, Господи, я не хочу остаться в дураках. Я не желаю быть глупцом. Как я могу говорить, что люблю Бога, если я не могу сказать нет тому, что склоняет меня к непослушанию Ему? И я услышал следующее. Пришло время для тела Христова встать в святости и сказать нет всему тому, что искушает его не повиноваться Богу, потому что для того, чтобы перейти на новый уровень, нужно просто слушаться меня, подобно детям. Вы непослушны Богу в какой-то области вашей жизни, и это удерживает вас на одном и том же уровне, не давая продвинуться дальше. И это между Богом и вами. Вы оба знаете, что это. Каждый раз вы говорите, «Я больше не буду», и делаете это снова и снова. Но пришло время сказать твердое нет этому греху. «Пора закрыть эту главу». Итак, преуспевание — беда глупцов. Чтобы хорошо понять, что это такое, нужно знать, что преуспевание бывает двух видов. Вы слышите, что я сказал? Необходимо понять, что существует два разных вида преуспевания. Есть преуспевание, которое проистекает от слова, и есть преуспевание, которого люди добиваются в миру. Преуспевание, порождаемое словом, противопоставляется преуспеванию, порождаемому миром. Что это значит? В Библии говорится, что если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. В ней говорится о чистом сердце, о святой жизни. Видите ли, если поступать так, это будет приносить мир, шалом, процветание, полноту, исцеление. Исполнение слова, жизнь по слову, приведет вас к благословенной жизни. Да и аминь. Если вы не живете благословенной жизнью, значит, в какой-то сфере своей жизни вы не исполняете слово. Преуспевание и мир в еврейском языке обозначается одним и тем же словом — шалом. Шалом означает здоровье, полноту, жизнь с избытком, о которой Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому то самое преуспевание, о котором я проповедую больше 20 лет, это преуспевание такого рода, которое рождается из послушания Божьему Слову. Но это только один вид преуспевания. Другой вид преуспевания имеет мирское происхождение. Такое преуспевание возникает в результате обмана, мошенничества, манипулирования, жульничества, использования других в своих интересах. Вы понимаете, о чем я? Библия говорит о том, чтобы мы трудились, делая своими руками полезное, чтобы нам было из чего уделять нуждающимся. В мире же каждый заинтересован преуспевать только ради себя самого, чтобы копить где-то у себя в закромах и не давать другим, а потом, после смерти, все это сгниет. Псалом 72, 12 стих. Давайте все вместе прочитаем его вслух. И давайте сейчас сосредоточимся, давайте верить, что сейчас Дух Святой скажет вам что-то, и пусть это будет исходить из моих уст, но это будет его слово. Стих 12, готовы? Читаем. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веки семь, умножают богатство». Есть нечестивцы, которые всегда преуспевают и которым легко и хорошо живется в этом мире. Их богатство умножается. И если автор говорит здесь о благоденствии нечестивых, то, очевидно, должно иметь место и благоденствия благочестивых. для нечестивых преуспевание — это только деньги и вещи. Для нас это нечто гораздо большее. Для нас это преуспевание в Духе, то есть рождение свыше, преуспевание в Душе, то есть обновление ума, преуспевание в теле, то есть здоровье, преуспевание в семейных и прочих взаимоотношениях, то есть мир, и, наконец, процветание материальное. Когда это приходит от Бога, это несравненно больше. Псалом 72, 12 говорит о преуспевании иного рода. И, к сожалению, этот род известен большинству из нас. Здесь говорится о преуспевании, исходящем от мира сего, и большинство людей с ним знакомо. Поэтому, когда церковь начала учить о преуспевании, мир стал воспринимать его на свой лад. Всю жизнь мы видим, как люди обманом, мошенничеством, воровством пролагают себе путь к богатству. И видим это так часто, что многие приходят к неправильному заключению, что богатство само по себе от лукавого. Многие люди были свидетелями этого настолько часто, что ошибочно стали воспринимать богатство как принадлежность дьявола. На деньги смотрят, как на зло, как на то, что принадлежит царству тьмы. Не могу сосчитать, сколько раз в беседах с журналистами мне приходилось отвечать на вопрос, «А у вас много денег?» И стоит ответить, «Да?» Как начинается, «Да как так?» «Какой позор!» «Вы же проповедник!» Конечно, меня этим не проймешь. Я знаю Божью волю. Но я понял, у них у всех мирской взгляд на преуспевание. В мире оно приходит к тем, кто ворует, обманывает, мошенничает. Значит, чтобы добиться преуспевания, проповедник должен делать то, что им понятно, лгать и воровать. Потому что большинство людей знает только такой путь к преуспеванию. Ведь нас никто не учил преуспевать по слову. Вы понимаете? И вот что происходит в результате. Мы отступаем и отдаем деньги дьяволу. Я говорю вам сегодня, что-то должно измениться. Мы отступали, потому что думали, будто для этого надо воровать и обманывать. Мир относится к преуспеванию отрицательно, потому что люди не понимают, что можно прийти к нему через Божье Слово, не обманывая, не воруя, не используя других и все такое. И нечего сидеть и смотреть на меня так, будто я говорю что-то не то. Вы со своим пустым кошельком за всю свою христианскую жизнь ничего реального для Царства Божьего не сделали. Вы тут сидите и хотите просто молиться за людей и возлагать на них руки, но вы не можете никому помочь делом, потому что не знаете, как в своей жизни чего-то достичь, чтобы иметь возможность помогать другим. На Гаити все надо отстраивать заново, а все, что вы в состоянии сделать, это говорит «Благослови их, Господи!» Рядом с нами есть неблагополучные районы, есть дети, которым нужна помощь, и материальные ресурсы на это должны идти от нас, а мы в этом не заинтересованы. Мы призваны Богом творить великие дела, и мы не в состоянии ничего сделать, потому что мы до сих пор такие бедные, жалкие, несчастные, и злимся на всякого, кто говорит, что так не должно быть. И вот почему вам приходится сейчас все это выслушивать. Вы говорите, «Наверное, пастор Доллар добился этого неправильным путем», потому что не понимаете, что можно добиться этого правильным путем. Святым, чистым, и соответствующим Слову Божьему, потому что Бог обещает, «Если захотите и послушаетесь, то Я сделаю так, что вы будете вкушать благо земли». «У нас так много работы, а времени так мало. Так что нужно, чтобы с нами внезапно что-то случилось. да, похоже, вы меня не слышите. Нам нужен взрыв благословений. Кто из вас верит во внезапно? Внезапно у тебя больше нет долгов. Внезапно тебя повышают по службе. Внезапно кто-то оплатил твои счета. Внезапно то, и другое, и третье. И внезапно ты из последних становишься первым». Мы не можем просто сложить руки и позволить дьяволу владеть благами земли. «Ну, если не дьявол имя владеет, тогда кто?» Я рад этому вопросу. Найдите книгу пророка Агея у себя в оглавлении. Аллилуйя! Да, 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 дьявол, мы выступаем против тебя. «Тебе не поздоровится, Царство Божье утверждается. Там, где ад на земле, там, по всей вероятности, есть работа для Бога». Книга Агея, глава 2, 8 стих. Вообще-то давайте начнем с 6 стиха. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте всем я дам мир, шалом, полноту, здравия». Бог говорит, что сделает это в последние времена. Кто здесь знает, что мы живем в последние времена? Скажи соседу, в твоем доме будет мир, шалом, преуспевание, никакого недостатка, никакого разорения. Скажи громко, я проклинаю нужду. Посмотрим, понимаете ли вы, о чем идет речь. Давайте еще раз повторим этот стих. Чье все серебро? Чье все золото? Но вы ничего из этого не получите без своего папы. Я говорю, он ваш папа. И тут написано, что это принадлежит вашему папе. Кто здесь дети Божьи? Он ваш отец. А у вас никогда не было ни серебра, ни золота. Что-то не так. Или вы до сих пор придерживались мирского взгляда на преуспевание и считали его порочным, или же вера приходит от слышания Слова Божьего, и вы никогда не слышали, как оно проповедовалось правильно и с правильными мотивами. Многие проповедуют об этом только потому, что хотят, чтобы у них появились деньги. Я проповедую это не потому, что мне нужно, чтобы у меня появились деньги. Я проповедую это потому, что хочу, чтобы деньги пришли в ваш дом и чтобы вы помогли мне помогать людям. Но вы не в состоянии это делать, если у вас не прекращаются проблемы с жильем, проблемы с кредитами, если вам все время нечего надеть и нечем платить за свет и за газ, и телефон отключен, и интернет всегда отключен, и с вами никак нельзя связаться. И даже если бы у вас была возможность кому-то чем-то помочь, мы не могли бы связаться с вами, потому что все у вас вот как-то так. «И вот слово, за которое мир ругает меня вот уже больше двадцати лет, а я еще даже не начал его проповедовать». пришло время. Время последнего храма Божьего, и слава сего последнего будет больше, нежели прежнего. и он вернется за своей церковью без пятна и порока. Он вернется за славной церковью, а некоторые из вас сидят до сих пор тут и думают, «Нет, тут есть проблема. Да посмотрите же на свою жизнь. Мы призваны служить людям. Мы призваны помогать людям. Мы призваны помогать нищим, помогать бедным, но ты не можешь помогать бедным, если ты сам бомж. И образование способно помочь не каждому. Но Евангелие может дать ответ каждому, потому что Евангелие нелицеприятно. Слава Богу за образование. Но даже с образованием необходимо просвещение. Нужна мудрость, которая покажет вам, что вам делать со своими знаниями. Я знаю людей, имеющих все возможные научные степени, и они бедны, как церковные мыши. Серебро и золото принадлежат Богу, а не дьяволу. И Бог хочет, чтобы они были в руках его детей. Я говорю, Господу угодно, чтобы все это было в руках его детей. Докажите это, пастор Долла. Пожалуйста, 13 глава книги Притчи. Притчи 13. Бог желает, чтобы золото и серебро было в ваших руках. И у Него есть на это причины. Чтобы быть выше своего эгоизма. Чтобы быть выше жажды расширять собственные закрома. Притчи 13.23. Прочитайте вслух вместе со мной 23 стих. Готовы? Читаем. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается. Давайте, перечитайте это еще раз. Кто раньше этого никогда не видел? Поднимите руку. Честно. Хорошо. А теперь прочитайте это еще раз. А все остальные, кто видел это раньше, я думаю, что некоторые из вас соврали. Потому что не видели, но не подняли руки, чтобы не признаваться в своем невежестве. Но остальные те, кто на самом деле видел это в Библии, как так получается, что вы все еще в долгах? Почему это богатство грешников до сих пор не в ваших руках? Вы читали этот стих? Некоторые сидят и думают, так вот я тут зачем? Прочитаем этот стих. Готовы? Читаем. Добрый оставляет наследство и внукам. Хороший человек тот, кто оставляет что-то своим внукам. Помоги нам, Бог. Вам нужно оставить наследство не только своим детям, но и детям ваших детей. Знаете, невозможно жить в нищете и оставить что-то внукам. Бог говорит, я называю тебя хорошим человеком, потому что ты оставил наследство не только своим детям, но и детям твоих детей. У меня есть хорошая иллюстрация. Я показывал ее сто раз. О, у меня перед глазами такая картина. Вот я ушел к Господу. Я так и вижу погребальную процессию. Входит Тэфи в шляпки на бекрень. За ней идут наши дети. Они знают, что надо крепиться. Папа! Папа! За ними внуки. Деда! Деда! Дедушка! И все они идут на кладбище. А потом... Потом садятся в лимузин. Дверь закрылась. И все... А сколько папа вам оставил? Потому что добрый человек оставляет наследство и внукам. И у них нет причины слишком долго горевать. Мой папа был хорошим человеком. Добрым человеком. Он оставил кое-что. И я отдал все маме, чтобы как-то вознаградить ее за то, что он с ней творил. Но он был добрым человеком. И успел покаяться. Это была одна единственная молитва. Видя, сколько проблем таит большое богатство, невольно начинаешь задумываться. А оно мне надо? Я слышал, как люди говорят, мне это ни к чему. Лишь бы мы были сыты, и ладно. Это чистой воды эгоизм. Вы думаете только о себе. Вы никогда не задумывались о том, что могли бы помочь бедным. Поехать волонтером на Гаити. Помочь несчастным женщинам вырваться из сексуального рабства и найти пристанище. Можно много говорить о проблемах, но ведь для их решения нам понадобятся значительные финансовые средства, чтобы построить новые дома. Потому что, скорее всего, эти девочки больше не захотят заниматься проституцией, но они вынуждены вновь идти на панель, потому что у них нет денег, у вас нет денег, им негде жить. Между тем, вы так печетесь о себе, о своем четверногом любимце. О том, чтобы у него была еда и кровь. Тогда как у многих девочек попросту нет крыши над головой, потому что у церкви нет денег. Зато мы молимся, и все бы хорошо, да только денег нет. И нас это вполне устраивает. И такое чувство, что мы не нуждаемся в деньгах, что нам не нужны деньги, и мы не упражняемся в своей вере, называя не существующие, как существующие. Нас все устраивает. Значит, так тому и быть. Мама жила в бедности. Бабушка жила в бедности. Теперь мой черед. Это замкнутый круг. Люди умирают в нищете. Умирают на панели. Погрязают в проституции. Потому что нам нечего им дать. Когда талантливые актеры снимаются в сериалах, где им хорошо заплатят, не найдя применения своему таланту в церкви, потому что в церкви мало платят, оправдываясь тем, что больше нет. Когда певцы поют в клубах о сексе, о женщинах, пропагандируя мирской образ жизни, потому что в церкви их таланту не нашлось места, поскольку нам нечем им заплатить, мы приглашаем их в свою церковь и в знак благодарности с большой помпезностью вручаем почетную грамоту, потому что больше у нас ничего нет. Они вынуждены петь в ночных клубах, зная, что там им хотя бы заплатят за их работу. Талантливые люди не задерживаются в церкви, потому что нам нечем им платить. Финансовые трудности становятся частой причиной семейных конфликтов и разводов. Дети растут без отца, который не может о них позаботиться. Безденежье вызывает болезни и стресс. Служат причиной сердечных заболеваний. Как я могу молчать, когда это главный враг человечества, который уже погубил многие жизни? А вам это не надо. А вам этого не надо. Да, богатство этого мира тесно соседствует с развратом, с жадностью, с болезнями и смертью. Одного беглого взгляда на жизнь нечестивого богача хватит, чтобы понять, что богатство, нажитое путем неправедным, убьет себя, впрочем, как и бедность убьет бедного. Откройте Псалом 72, 19 стих. Я призываю кровь Иисуса на нашу церковь. Произношу благословение на нашу жизнь. Голодные дни прошли. Не когда-то пройдут. Я говорю, как есть. Они прошли. Пришло время достатка. Примите его. Всякий раз, когда к вам подступает эгоизм, прогоните его. Я благословлен, чтобы быть благословением и помочь людям в их нужде. Псалом 72, 19 как раз об этом. Здесь сказано, «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Как видите, греховное богатство ждет погибель. Притчи 1 глава. Притчи 1 глава, 28 стих. Запомните, каждое библейское обетование нужно принять верой. А как это сделать? Я открываю Библию, читаю библейские обетования, произношу их вслух, постоянно размышляю об этом. Я поступаю по слову, называя несуществующее как существующее, и веду себя так, словно это уже исполнилось. Вот как это делается. 28 стих. «Тогда будут звать меня» — речь о греховном богатстве. «Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания, и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета Моего, призрели все обличения Мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих, и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Можно накопить много денег и стать богатым человеком, но без Бога это богатство погубит вас. Вы меня слышите? Можно накопить много денег, но без Бога это богатство погубит вас. Но, пастор Доллар, это значит, что быть богатым плохо? Нет, это значит, что плохо быть глупым. Плохо быть глупым. Вы меня слышите? Для мудрого человека в богатстве одни плюсы. Но если ты глуп, и приобрел его путем неправедным, оно убьет тебя. Сейчас мы узнаем, что такое глупость, чтобы вам не стать глупым. Первое. Глупец пренебрегает мудростью и наставлением. Притча 1.7. Глупец пренебрегает мудростью и наставлением. Притча 1.7. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Они пренебрегают Божьей мудростью. По сути, он говорит, что такие люди пренебрегают мудростью и наставлением Слова Божьего в том, что касается долгов, финансового планирования, христианского характера, принятия решений, забывая, что долги человека многое могут сказать о его характере. А что об этом написано в Библии? Мы пренебрегаем Божьей мудростью и наставлением. Это глупо. Второе. Глупец прав в своих глазах. Глупец прав в своих глазах. Ему не докажешь, что он не прав, потому что он всегда прав. В притчах 12.15. Притча 12.15 написана. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Некоторые люди не слушают ничьих советов. Я всегда прав. Вы все здесь неправы. Вот как надо делать. Видите ли, глупец прав в собственных глазах. Когда вы сравниваете свою точку зрения с Божьим Словом и отказываетесь от этого. Когда вы сравниваете свою точку зрения с Божьим Словом и отказываетесь от этого. Я думаю, что... А что сказано в Библии? Я считаю, что... А как в Библии написано? Не будьте глупцом. Сопоставив свое мнение с Божьим Словом, вы оградите себя от глупости. Те же, кто всегда поступает по-своему, не слушая голоса Божьего. Например, вы со своей девушкой пришли ко мне на консультацию, и тут выясняется, что она не спасена. Брат, в Библии сказано, не преклоняйтесь под чужое ермо. Она придет в церковь потом. Нет, нет, написано, не преклоняйтесь под чужое ермо. Да, но мне Бог этого не говорил. Значит, это не принципиально. Примет спасение потом. Тут же появляется козырь в виде мамы, которая была не спасена, когда вышла замуж за папу. Два глупца нашли друг друга. Понимаете, о чем речь? Когда я высказываю свое мнение, и оно противоречит Божьему Слову, когда я говорю, что Бог мне это сказал, но это идет вразрез в Библии, не говорите, что Бог вам это сказал, если этого нет в Библии. Бог сказал мне, что я могу не прощать. Что за глупости? Нигде в Библии нет такого, чтобы Бог сказал не прощать. Бог сказал мне этого не делать, потому что иначе я останусь виновным. А что сказано в Библии? Что сказано в Библии? Третье. Глупец смеется над грехом. «Глупец смеется над грехом». Притча 14, 9. Здесь сказано. «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. Глупые смеются над грехом, а грех высмеивает глупца, свою жертву». Это расширенный перевод. «Приношение греховное, приносимое ими, высмеивает их, причиняя досаду и порицание, но посреди праведных — Божье благоволение». Это те, кто думает, что порнография не причинит ему вреда. Это совсем не вредно. Я часто ее смотрю, и ничего. Это те, кто думает, что немного выпить ему не повредит. Почему бы не пропустить стопочку, чтобы немного расслабиться? Интересно, сколько нам, Стефи, нужно выпить? Сколько нам нужно выпить, чтобы расслабиться? «Я чуть-чуть. Пара бокалов пива мне ничего не сделает. Ваша печень не создана для того, чтобы все это переваривать, и грех в любых количествах однажды убьет вас». Тем временем мы продолжаем заигрывать с грехом. Мы флиртуем с грехом. Это никому не повредит. Я делаю это у себя дома. Но все тайное однажды станет явным, когда ваша частная жизнь станет достоянием общественности. Какие такие невинные мелочи вы так тщательно скрываете от посторонних глаз? Ну-ка, глупые, что вы себе позволяете? В шестой главе к Галатам написано следующее. Галатам, шестая глава. Шестая глава, седьмой стих. «Не обманывайтесь». Нет, нет, не спешите. Как это — обманываться? Обманываться — значит считать, что ты прав, хотя ты не прав. А думаешь, что прав. Когда считаешь, что прав, хотя не прав, наша правота зиждется и определяется тем, что написано в Библии. А если я не читаю Библию, я дам себя обмануть, так как именно Божье Слово проливает свет на разного рода обман. Здесь сказано, «Не обманывайтесь, Бог по ругаем не бывает, что посеять человек, то и пожнет». Вы смеетесь над Богом, считая, что можно посеять крохотное семя и не получить ничего взамен. Бог не объект для насмешек. Хотя мы думаем иначе. Затем в послании к кремлинам 6.23 он пишет, «Возмездие за грех смерть, разлука с Богом, когда я теряю Отца и лишусь его заботы и благ». Не будьте глупцом. Четвертое. «Глупец обманом скрывает ненависть и разносит клевету». Еще раз. «Глупец обманом скрывает ненависть и разносит клевету». Смотрите, притчи 10.18. Притчи 10.18. «Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Кто скрывает ненависть, у того устал живые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Не говорите плохо о людях, будь то пастор или президент». Как видите, это признак глупости. Критикан не может быть успешным. Критикан не может быть успешным. Человек нытик, человек с критическим настроем, никогда не добьется успеха. Человек нытик, человек с критическим настроем, никогда не добьется успеха. Пятое. «Глупец делает зло ради забавы». Об этом написано в Библии. Притча 10.23 «Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость». Такой человек причиняет боль ради смеха. Вам больно, ему смешно. Порвать отношения ради смеха. Наговорить обидных фраз ради смеха. Соврать ради смеха. Поссорить людей ради смеха. Библия называет его глупцом. Шестое. «Глупый искажает истину». Притча 19.1 Здесь сказано. «Лучший бедный, ходящий в своей непорочности, скажи «непорочность», нежели богатый со лживыми устами и при том глупый». «нежели богатый, самоуверенный глупец со лживыми устами». Такой человек всему перечит. Он всегда говорит что-то вразрез с Божьим Словом. «Я смертельно болен». «У меня никогда не будет достаточно денег». Это не соответствует истине Слова Божьего. Лживые уста также означают дурную привычку у некоторых людей искажать истину. они делают из мухи слона. Также они склонны умалять значение вещей. Духовный мир движим не предположениями, а словами. Духовный мир движим словами. Когда человек сначала искажает факты, а потом говорит, «вообще-то я имел в виду не это». Нет, написано «будет тебе по слову твоему». Притча 11, 23. «Будет тебе по словам твоим». Слова имеют значение. Написано «Уста глупого полны глупости». Седьмое. Глупец надеется только на себя. Вау. Глупец надеется только на себя. В притчах 28, 26 сказано, «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». Библия призывает нас не полагаться на свое понимание, но всем сердцем довериться Господу. И тогда Бог направит нас на путь истинный. Притчи 3, 5 и 6 стихи. Глупец полагается только на себя. В Библии сказано, «Не делай этого». Глупец полагается только на себя. Не делай этого. это и есть вера. Это и есть вера. Когда вопреки тому, что я вижу, я говорю, «Нет, я не доверяю тому, что вижу, я доверяю Богу. Я доверяю Богу». Восьмое. «Что у глупого на уме, то и на языке». Он говорит первое, что пришло в голову. Глупец говорит, не подумав. Притчи 29, 11. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Если такой человек чем-то расстроен, все об этом знают. Я скажу им, что я думаю. Хотя иногда лучше помолчать. Это касается в том числе и откровений. Это касается и откровений. Вы меня не поняли. Это касается в том числе и откровений. Бывает, что откровение предназначается лично вам. Богу трудно вам доверять, когда Он вам что-то говорит, и вы всем это рассказываете, а к себе не применяете. Станьте человеком, которому Бог может доверить свои тайны. Девятое. «Глупый ходит во тьме». Откройте книгу «Эккосиаст» сразу после притчей. «Глупый ходит во тьме». А вот это интересно. В Библии сказано, ненавидящий брата ходит во тьме. «Эккосиаст 2.14» «У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех». В первом послании Иоанна, вторая глава, с 9 по 11 стихи, мы читаем, что если мы не любим брата, мы живем во тьме. «Пока в нас остаются обиды, мы живем во тьме. Пока мы живем во тьме, мы живем в грехе. И только глупый хочет так жить, потому что грех несет смерть всему, включая благословение и финансовый успех». Итак, послушайте. Вы уже это слышали. «Если в вас нет любви, вы ходите во тьме. Если в вас нет любви, вы ходите во тьме. Если вы не прощаете, вы ходите во тьме. Если вы ходите во тьме, вы живете в грехе. А если вы живете в грехе, вам не видать успеха и благословения, потому что грех несет проклятие». Мы теряем благословение, когда идем на компромисс с самим собой. Десятое. Глупец не держит клятву. Екклесиаст 5.3 Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал — исполни. Зачем обещать, если знаешь, что все равно не сделаешь? Христианам это свойственно. Мы берем на себя обязательства и не выполняем. Не подумал — так подумай. Иди к Богу и покайся. Не надейся на авось. Исполни свое обещание. Или покайся. Одиннадцатое. Уста глупого погубят его. Екклесиаст 10.12 Здесь сказано, «Слова из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же». Уста глупого погубят его. Иисус говорит, «Если кто скажет, горей сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Двенадцатое. Глупый говорит, Бога нет. Псалом 13.1 Глупый утверждает, «Это в своем сердце и живет так, словно Бога нет». Первый стих. Здесь сказано, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они разворотились, творят мерзкие дела. Нет ни одного, поступающего верно и справедливо». Своими действиями они говорят, что Бога нет. Как? Думая, что можно все, и вам за это ничего не будет. Ваши поступки свидетельствуют о том, что Бога нет. Вы скажете, «Но я вовсе не глупый». И при этом, ваши дела указывают на то, что Бога нет. В 52-м псалме написано, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления, «Нет делающего добро». Подобное отношение ведет к разрату. Тринадцатое. «Глупому трудно поверить сердцем». «Глупому трудно поверить сердцем». «Луки 24-25». «Луки 24-25». «Здесь сказано, 25-й стих. «Тогда Он сказал им, о несмысленной и медлительной сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». «Медлительные сердцем, не способные поверить». «Мы должны быть скоры на веру». «Но мы медлим верить». «Мы слышим проповедь и несколько лет думаем, поверить или нет». «Глупые медлят верить». «Они слышат библейскую истину, но стоят на своем, не торопясь поверить и начать меняться». «Они медлят верить и меняться». «Даже если глупый и добьется успеха, этот успех погубит его». «Любой, кого Библия называет глупцом, обречен на погибель». «Богатство глупого погубит его». «Не будьте глупцом». «Давайте склоним головы». «Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за те неудобоваримые слова, которые заставили нас заново пересмотреть свою жизнь. Господи, воля Твоя, чтобы мы преуспевали по Слову Твоему, а не путями этого мира. Мы принимаем решение, что в нашей жизни не будет места глупости. И если мы в зоне риска, мы хотим измениться». «Корректон»? Продолжение следует...